Значит, сегодня мы поговорим опять-таки о интерпретации квантовой механики в очередной раз. Речь идет о попытке приспособить трансцендентальную философию Эммануила Канта к представлению современной физики. Ясно, что это странно, это я предлагаю всем обсудить, почему никакой современный вменяемый физик никогда не согласится с этим забавным утверждением о том, что пространство и время всего лишь есть не свойство внешнего мира, а всего лишь состояние нашего восприятия. Любой предмет, любой объект восприятия, который к нам приходит, он с точки зрения трансцендентальной философии оказывается представлен в некой форме восприятия. Это есть пространство и время. Поэтому, если бы, по крайней мере для нас людей звучит Канта по этому поводу, если бы действительно существовал какой-то метод наблюдать все, что происходит вне нашего восприятия, то это были бы какие-то наумины или предметы, ведь может, которые совершенным образом не были пространственными, носили бы пространственно-временные характеристики. Вот этот интересный вопрос. Канта об этом давно люди опекала, по поводу того, что такие наумины, то есть нечто воспринимаемые вне в пространство времени, принципиально невозможны, а значит и не существуют. Поэтому, между прочим, суть критики меньше Канта. Когда же мы встречались с квантовой механикой, то мне представляется подобного рода интерпретация, оказывается совершенно возможным образом возможно. Это раз. Это первое. Второе, что я хочу заметить. Мы вспоминаем такую очень забавную вещь, как антиномия Канта. Кант говорит, что пространство и время, это есть некие формы восприятия, которые приспособлены нам всего лишь до восприятия чувствных предметов, то есть окружающего мира. Когда мы имеем дело с поискотом санитарными вещами, например, душа, или, например, весь мир, то таким образом мы оказываемся в ситуации неких противоположностей. Главность противоположностей, которая, например, вот такая. Это вот называют антиномией. Это вещи, которые принципиально несовместимы. Это не противоположности, которые должны раскрыться в одном. Это не то, что относится к одному предмету. Это то, что принципиально несовместимо. Кант доказывает два, например, таких тезиса, что мир бесконечен, как в пространстве, так и во времени. И, с другой стороны, мир конечен и имеет начало в пространстве-времени. Оба тезиса по Канту оказываются одинаково обоснованными, абсолютно, но только почему-то относят такой странный характер. Очень сложно в этом не увидеть принцип дополнительности Боа, который существует в квантовой механике. Вот так. Очень сложно в этом деле не увидеть. Почему это до сих пор люди не видели, или, может быть, они видели, но я об этом не знаю, является большой тайной. Но, скорее всего, это связано с тем, что для любого физика немыслимая даже та самая вещь, что пространство и время являются формами нашего восприятия, а не являются объективными свойствами пространства и время. Вот таким образом, что я хочу заметить по этому поводу. Поэтому ту интерпретацию квантовой механики, которую я предлагаю, состоит в одном простом тезисе. Что на самом деле? В квантовой механике мы имеем дело с так называемыми наумными. То есть с вещами, которые существуют как бы самим по себе. Отчасти на это указывает такое замечательное обстоятельство, что до сих пор, а уже больше столет прошло со временем их открытия, ни фотон, ни электрон не имеют никакой внутренней структуры. То есть на сегодняшний день они воспринимаются как принципиально беструктованные объекты. Но у них же спин есть, это не структура? Да, спин это не структура. Вот это правильно здесь замечено, что у них есть спин. Что такое спин? Мы сразу же обращаем внимание, что это категория, то есть это свойство, которое с нашей точки зрения является противоречимой себе. Ну что такое спин? Ну как бы считается, что электрон, это у нас такой шар маленький. Ну так не считается. Да? Так не считается. Ну почему? Потому что. Ну он же считается моментом вращения спин. Момент вращения может быть и в сплошной среде. Ну может быть, хорошо, ладно, а вихрь тогда по сплошной среде и так далее, и так далее. Но когда мы его начинаем считать, оказывается, что у него уже есть некие характерные размеры, то скорость его необходима для вращения во много раз превосходит скорость света. Но если у тебя, если принять вихрьевую модель электрона, то понятное дело, что угловая скорость, так сказать, может меняться по мере роста радиуса, и тогда такую проблему... Да, но тем не менее у нас есть некая характерная длина, размер, который мы называем размером электрона. Если мы будем оперировать в терминах этой характерной длины, то у нас окажется, что электрон обладает сверху электронного вращения. Нет, дело в том, что такой вывод он только тогда верен, если воспринимать электрон как твёрдое тело, у которого угловая скорость всех точек, которого одинакова. Если она не одинакова, такой вывод неправомерен. Да, но тем не менее у локаза... А как она может быть не одинакова? Но если это сплошная среда, завихрение сплошной среды... Но тем не менее, если мы его возьмём в такой штуке, то у нас он настолько больше, что как бы трудно себе представить такую вихревую среду, что какой-то из её точек при всём этом не было движения в сверхскоросновьях. Но это полбеды, Стас, это полбеды со спины. Вторая ситуация, которая она состоит, это мы вспомнили этот парадокс Розана-Подольского и так называемый неравенство вдала. Что это такое? Парадокс Розана-Подольский. Это когда у нас из одной точки пространства влетают два электрона. Они образуют так называемое спутное состояние, то есть они описываются одной волной функцией. Это означает, что если у одного спин направлен вверх, у другого спин направлен вниз. Поставим следующий эксперимент. Этот эксперимент был подтверждён и уже, по крайней мере, поставлен. Оказывается, что они на одно большое расстояние, два этих самых электрона, разлетаются противоположными сторонами. Сюда один полетел, сюда другой электрон полетел, сюда. И вот они разлетелись. Вот где на тот же момент времени, а мы заранее уже посчитали, на какой момент, мы начинаем проводить серву эксперимента. Точнее, первый эксперимент. Мы выбираем некое направление, вот такое, по Y. Куда-то вот там, любое направление. И начинаем мерить, измеряем направление его спина. Тогда у второго, в этот же самый момент, направление спина будет ориентировано прямо в противоположном образовании. Да? Правильно? В чём здесь прикол состоит главный? Прикол состоит, ты, Настас, на это нас когда-то обратил внимание. Ты бы не так поворачивался, чтобы было видно здесь, там, ты, Настас как-нибудь увидел. Вот. Главный прикол, он состоит в том, что у нас это направление выбирать совершенно образом, произвольно. Да, ну, кстати, это, допустимо, только в том случае, если у нас заранее приготовлено синглетное состояние. Да. Синерой правильцы и спине. Да, я про это и говорю, да. У нас, изначально связанное состояние, вот здесь у нас они спинные, они вот так были противоположные. То есть, суммарно спина была равной. А почему представление о спине, обязательно вектор, и причём, как бы, при измерении этот вектор даёт правильцы? Ну, вектор. Потому что, я говорю, что орбитальный момент вращения, связанный с магнитным моментом. Это вектор. У тебя, когда волчок вращается, у него вектор куда-то направленный, прям, реликулярно оси вращения. Да, но почему-то при проекции он даёт точно такое же значение, как это, которое он сам имеет в направлении вращения, да, как бы. Ну. Почему проекция у него не меньше? Может быть и меньше. Величина спина же в проекции там может быть меньше, чем... Нет, может быть и меньше, да, да, может быть и меньше. У тебя, суммарно... А лицик квантовым тоже. Да. У тебя... У тебя... А лицик может быть меньше? Да, конечно. Но может быть меньше. Если у тебя три вторых... Только не до спина одна вторая. Спин три вторых, допустим, то у тебя проекция может быть три вторых, одна вторая, потом минус одна вторая, минус три вторых. Если у тебя спин, допустим, единица, то у тебя может быть один, ноль, минус один. Хорошо, а для одной второй? Для одной второй плюс, одна вторая, минус. Правильно, но это странно, что проекция такая же, как и сам момент. Нет, в этом нет ничего странного. Но тоже странно, конечно, не так, как эта. Ну как понять, это же очень странно. Ну как так? Считается, что этот волчок, его проекция на эту штуку может... А не странно, что энергия квантуется? Да, энергия может быть не странно, что квантуется. Есть просто уровни энергетические ямы, скажем так. И все, попадает в эту явность. А здесь точно так же, вот этот у нас... Как это объяснять? У нас пин, он вот так может двигаться. Да, но вот проекция перевета 90 градусов, а там же она 0-0? Нет, во-первых, я сразу хочу сказать, что, словно говоря, нету... Если в квантовой механике физическая величина, значит, значение физической величины является собственной функцией, собственным значением грибкого оператора, то в квантовой механике, словно говоря, ну как бы он должен... Вот если есть величина F, да, и там действие на Пси там равно некое там F собственное значение, да, то есть, ну некое там лямбда, допустим, да, лямбда от этого там, Пси, то в квантовой механике подобная штука есть только для LZ некой проекции, на какие-то на оси, допустим, резолета там, ну или там любую другую ось там, например, и для L квадрата. То есть, условно говоря, нет такого вот этого самого... Ну как бы вам сказать... Нету возможности одновременно измерить тренировки. Да, нету возможности... Условно говоря, нет такого векторного параметра, который был бы аналогом вот этого вот этого собственного значения. Да, это связано с тем, что... Да странно состоит в том, что вообще представление о спине как о векторе, да, который взятый из классической механики, где действительно он представляет собой вектор. Почему он вектор, если это не есть вектор какого-то вращения? Он вектор в смысле оператора, он в смысле вектор. Он вектор оператора. Не, ну отсюда пускай он вектор оператора, у этого вектора оператора есть проекция. Хорошо, поехали дальше. У него есть проекция, и вот у проекции вектора оператора есть собственность. Ну ты сразу же понимаешь, что скажи слово оператор, не оператор. Если мы говорим о том, что есть вектор, да, и у него сразу же возникает понятие проекции, то у нас вообще возникает понятие пространства. То есть все это происходит в неком пространстве, да? Нет, ну вообще говоря, если мы говорим о векторе операторе, то понятно, что он лежит не в обычном нашем трехмерном координатном пространстве. А когда Игорь говорит, выбираем какое-то направление и измеряем проекцию на вот это конкретное пространственное направление? Ну и объясните связь. Проекция, оператор проекции, так сказать, имеется конкретное собственное значение. Нет, вы только что говорили, что оператор проекции в пространственном смысле. Тогда это уже есть что? Тоже оператор вектора? Нет, это уже оператор проекции, это как бы оператор, условно говоря, если у тебя есть вектор оператор, оператор, вот, вектор оператора, то есть вот S, 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 X, I, S, Y, Y, S, Z, это все операторы, K, то, значит, вот это вот все оператор, оператор операторы, S, 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 Y, Z, но если мы возьмем по отдельности каждый из них, так сказать. А если что такое? Оператор спина, то он будет уже иметь вполне конкретное, так сказать, существует уже состояние с конкретным собственным значением оператора. А если спина распадается на составляющие пространственные, что ли, составляющие своего оператора? Да, с оператор спины распадается на пространственные составляющие. И каждое из пространств... Не, в каком пространстве? Трехмерное? Ну, ну, это пространство трехмерное, но это не координатное, конечно, это не координатное пространство. А как purchasing проекцию, оно должно быть координатным? Понятно, что операторы hanya другую природу имеют, чем обычные векторами И... Или они тоже операторы? Нет, они просто вектора пространственные. Просто пространственные вектори, базис пространства Декартова. Сейчас проблема-то состоит в том, как спирт привести к пространству. Можно сказать, что они изоморфны обычному, так сказать, презентантному пространству. – Ils неизоморфны они именно, для чего они таковы? – ты будешь измерять, ты будешь решать задачку на собственное значение. И тогда у тебя вся задачка на собственное значение, она будет у тебя в обычном пространстве. Это да, когда ты переходишь к собственным значениям, для конкретных вещей. Сейчас я этот вопрос и буду обсуждать. В этом сути состоит неравенство глава. Значит, смотрите. Опять возвращаемся к розовой парадоксу. В чем здесь у нас парадокс? Да парадокс даже не в том, что когда они разошлись на другую часть Вселенной, да? С одной Вселенной и с другой. То есть, возможно, бесконечное количество между одним и электроном, а вторым. А парадокс состоит в том еще во многом. И что когда мы померили этот, мы знаем, тут же узнаем об этом, и на это нужна сфера световая скорость большая, как Эйнштейн сам изображал. А парадокс, что мы сами, когда хотим это направление, выбираем. Мы его выбрали вот так. Тогда у второго экспериментально это подтверждается, хотя бы даже с фотонами, а не с электронами. Всегда спинт будет направлен вниз. Мы выбрали его вот сюда, вот так. Мы его сюда выбрали. Тогда у этого спинт будет направлен в противоположную сторону. Мы выбрали его под углом в 45 градусов, и здесь будет под углом в 45 градусов, в противоположную. То есть, что у нас оказывается? Между этими двумя точками, куда прилетели два электрона, находится бесконечное пространство. или конечное. Оказывается, что поведение вот этого измерения над первым объектом полностью определяет поведение второго объекта. И это странно как бы. Поэтому был когда-то. И речь идет о так называемых скрытых параметрах. Почему? Ну, например, возьмем перчатку, правую и левую. Положим их, не знаю, где одна какая находится. Положим одну в правую коробку, другую положим в левую. И повезем на разные стороны вселенной. Одно открыли, у меня правая, значит другое левая. В чем здесь проблема? Проблема, что у тебя есть некий скрытый параметрах. Есть некое скрытое понятие, что эта перчатка правая, допустим. Ты об этом не знаешь, а в момент измерения ты его узнаешь. С электроном, то есть с розной подружкой, все не так. Как ты захотел, выбрал. Захотел, одним способом выбрал направление. Тогда у тебя перчатка стала левой. Противоположная, правая тогда. Захотел в другом направлении и выбрал. У тебя перчатка стала правой. А та, соответственно, левая. То есть ты от того, как ты ориентируешь ось прибора, который измеряет этот самый спин. Это Штерна Герлха обычно делается. То у нас, значит, от этого зависит у нас состояние самой этой вещи. И вот был задан вопрос. Ну вот, например, один такой сложный науки – это термодинамика. Карнос с товарищами сформулировали термодинамику достаточно давно, то есть в начале 19-го века. А потом, позже, уже в конце 19-го века, то есть лет через 70, было создано, по большому счету, что термодинамика – это некое выражение неких микроскопических закономерностей, то есть очень маленьких атомов, которые там как-то колеблются, а ты можешь термодинамическими функциями описывать. Поэтому, когда взялись за этот парадокс Розана-Подольского и всех прочих, ситуация была такова, что решили думать, что нет ли каких-то скрытых параметров там внутри. 40 лет назад замечательный естествоиспытатель, ученый Белл опубликовал теорему, которая была, ну, целый ряд теорем, да, их всех называют теоремой Белла и так далее, когда он сказал, что в подобного рода экспериментах по измерению спинам, чего-либо еще, для каждого из них можно написать некое неравенство. Если это неравенство выполняется, то можно гарантированно сказать, что никаких скрытых параметров нет, по крайней мере, логально. Нет никакого скрытого параметра. Это означает, что не бывает в этой ситуации, что когда у тебя, ну, одно из самых простейших слезей скрытого параметра, это как с перчатками, что у тебя летит-летит-летит-летит электрон, а его спин куда-то направлен, а ты его потом меряешь на какое-то расстояние, да? Так вот, никакой утверждается теория по поводу вот этого скрытого параметра, определить нельзя. Именно у нас ситуация так и описывается, что у нас как бы сам спин с его координатами, у нас получается, либо мы отказываемся от локальной версии квантовой механики, либо мы говорим, что он в этот самый момент и образуется, и задается. То есть нельзя ни в коем случае говорить, что у тебя электрон до нашего восприятия, до нашего наблюдения имел какой-то спин, или описывался какими-то параметрами, которые мы воспринимали позже как спин. Ну, как у нас берется газ, у него же очень много параметров, с этих которых мы не знаем, а мы можем мерить только его температуру. А температура – это не что такое, как распределение газа по миллиардам, 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 молекул по определенному смыслу. С разными, то есть, по распределению пользования для них. Это его всего лишь параметры, это то, что мы наблюдаем на практике. Так вот, неравенство Белла как раз говорят про то, что невозможно придумать такие локальные параметры, которые как бы создают структуру электрона, которые позволяют нам сказать, что он имел какое-то наперед заданное значение. Это вот такой эксперимент. Мы обращаем внимание на спин, что спин у нас везде в смысле получается, что порождается в момент акта восприятия. То есть, когда мы, как наблюдатель, пришли к нему, мы наложили на него свою пространственную структуру, некую пространственную структуру, и эта пространственная структура породила то, что мы называем понятием спина. До этого говорить о каком-то спине нельзя. Я всегда говорил про этот замечательный тезис Аристотель, что форма шара делает медь-меди. И в этом смысле можно сказать, что никакой меди изначально до того, как была на нее наложена форма шара, не стало. Все, что мы видим, это медный шар. Что медь всегда дается форме. Не то, что какой-то пластилин, из которого мы то куп, то что-то делим. А как и здесь. Форма пространственная делает спин-спином. Форма меди делает шар шаром. И ничего здесь другого понять невозможно. Кроме того, если мы так поймем, мы поймем, что и говорить о разнесенности о пространстве двух этих состояний связанных частиц не приходится. Не приходится. Это нам только кажется, если так можно выразиться. Нам только кажется, что они улетели на бесконечность. Никуда они не улетали. Они остались в одном месте. Нам только кажется, что электрон проходит одновременно сквозь две щели. Это значит, что она не на одном месте, то есть все равно остаться в пространстве. Да. Поэтому нельзя сказать ни на одном месте, ни это. Говорю нам, это кажется, что электронные. Они не в одном месте. Как и точно. Так и спину не имеет никакой характеристики. И вне нашего восприятия. Именно что Форма шара делает меди-меди. Вне нашего восприятия. Никогда не может быть находиться вне. Хоть что-то как-то осмысленно. И когда мы пытаемся... Этот поистине номинальный объект, а он быстрее номинальный. Описывать таким образом, мы приходим к пониманию того, что у нас перед нами находится то, что Бог называл принципом дополненности. А то, что я называю антиномиами карты. Вспомним опять наш эксперимент, который мы в нашей замечательной викторине обсуждали. Помните, да? Что у нас была гравитационная линза, что у нас был где-то источник, фазар, пульсар, источник звучения. Из него вылетал фотон. А здесь у нас был тяжелый объект, и у нас была гравитационная линза. Такая, да? Гравитационная линза. Здесь мы ее наблюдали. Вот он так сходился. И мы могли здесь либо ставить длительное зеркало, либо не ставить. Вот представьте себе, он летит, пролетел сто миллионов лета. Сто миллиона лета, это самый потом. Сто миллионов лета туда летит. А мы взяли, здесь зеркало поставили. Я эксперимент не буду это воспроизвать. Тогда здесь мы будем наблюдать интерференцию. А захотели мы это зеркало? Не поставили. Тогда интерференции не будет. И тогда он полетит по одному пути всего лишь. И датчик его зафиксирует, по какому-нибудь пути он пришел. То есть, от того, что мы ставим зеркало или не ставим зеркало, оказывается, что мы влияем на поведение фотона, который до нашего существования летал, летел уже сотни миллионов лет. И это странно как бы. Но я говорю, что пространства нет, что пространство он порождает только в тот самый момент, когда его здесь воспринимают. Поэтому говорить о какой-то другой ситуации, о меге, которая есть до формы шара, ни в коем случае нельзя. Нельзя говорить об электроне до формы шара. Никак и никак. Ни за что и ни про что. Это такая концепция, которая кажется действительно очень простой. Но это с одной стороны. С другой стороны, она выглядит чрезвычайно тавтологичной. По большому счету, что я говорю. Что пространство и формы являются формами однаковыми, формами восприятия. Всего лишь. Их как бы не существует в действительности. Номинальной реальности не существует. Маша хорошо как... Я не Маша, я Катя. А какая реальность? Катя, Маша, Оля. Самое главное, хорошо. Это как бы... Не получается, что ты опять свалился по Пенгагинску? Я совершенно по Пенгагинску не свалился. Я вам скажу, почему объявились. Что измерение определяет... Восприятие. Восприятие. В смысле я... То есть характеристику объекту дает измерение. До того, как это произошло измерение, можно сказать, что есть только вероятность. А характеристик как бы нет. Да. Сейчас позже скажу, почему я не свалился к Пенгагинску интерпретацию. Чуть позже. Действительно. Это... Вот то, что я говорю. Антиномичность восприятия науминов или трансцендентальных вещей Канта. Она очень естественным образом описывается принципом дополнительности. Принципом дополнительности Бора говорит о том, что мы можем мерить либо одно, либо другое. В зависимости от эксперимента. Но не можем все сразу. У нас то... Условно говоря, хотя я показывал условность этого... То у нас то частица, то волна, то волна, то частица. В зависимости от условий эксперимента. Потом уже пролетел миллионы километров. Мы тут подумали и решили, что у нас будет он частица. Он частица. Мы подумали, поставили другой эксперимент. Оказалось, он волна. Но для него очень существенным является следующее представление о том, что для Канта, для Бора. Вот в таком смысле о принципе дополнительности можно говорить. То, что различные свойства объективности, процессов, они взаимоисключающие. Но тем не менее в одном эксперименте так, а в другом эксперименте значит, то есть полностью их совокупность дает описание некого мира и картинки. Ну давайте посмотрим теперь, чтобы разобраться, почему это не совсем так. И я предлагаю поставить еще некий набор экспериментов, обсудить, которые есть в этой вещи, чтобы показать, что данный подход, тем не менее, не является бельгаринской интерпретацией. Значит, первый самый простой подход. Представим себе два камертона. Эти два камертона звучат, наверное, примерно на одинаковых частях. Да? Тогда ухо человеческое каким образом это будет слышать? Он будет слышать, что звучит вот эта самая частота, плюс частота будет повышаться, то понижаться. Такое возникает волно. Да, то есть будет белье. Белье. То есть у тебя камертоны будут тихонечко, тихонечко будут затухать вот так, а внутри них будет вот это, она будет там нарастать, повышаться, нарастать, повышаться. Это связано с тем, что, да? То есть вот такая вот вещь. То есть будут возникать такие биения. Такие биения. Выше, нише, выше, нише. Это связано с тем простым повторять, что синус фи плюс дельта, да? Плюс синус просто фи, если ты будешь их складывать, то у тебя в этой ситуации будут там возникать синусы. То есть две синусоиды будут складываться? Да. Две синусоиды будут складываться близким, и будет даваться таки такая мануляция. Мы считаем, что во всем остальном они одинаковые, поэтому останутся две синусоиды и будут сюда, типа возникнет там и там. Да, это будут две такие синусоиды, вот так они будут себя вести. Ну вот ставится следующий эксперимент. Берется атом некий с двумя энергетическими уровнями. С первым, с основным, и со вторым, с другим, да? Теперь, как он делается? Погружается в небольшое слабенькое магнитное поясо. Тогда верхний уровень у него расщепляется. Так? Возбуждаем электрон. Он сюда выходит, и потом начинает релаксировать. Если бы электрон вот так в отдельном мире релаксировал, то бы его как-нибудь так волновательность, функция описывающая его релаксацию, она бы вот так выделила. Он со временем-то падает, падает, падает. Как это так, он падает со временем? Ну, у тебя много атомов. А-а-а. 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 У тебя много атомов, и они уже начинают перескать. То есть у тебя вероятность нахождения на верхнем уровне начинает плавно уменьшаться. И он вот так лапится. А поскольку у тебя здесь есть два уровня, то у тебя, оказывается, опять возникает подобного рода биение. Вот здесь, смотри. Это называется картовым биением. В этом, казалось бы, нет ничего удивительного. Ну, вот так. Ты два уровня расщепил. Гораздо интереснее другой фактор. Поставим другой эксперимент. Возьмем, мы в возбужденный уровень не будем расщеплять. Он не расщепляется. Другое там. А расщепим основной. Когда он опять у тебя валится с этой ситуации, и он может оказаться либо здесь, либо здесь. Вопрос. Будет ли плавно то биение в этом случае? А почему? А обратно то это... Где ему выгоднее здесь? Наверное, там он находится? Не важно. Он просто валится туда. Он возбужденный ему не выгоднее находиться. Да. Он и валится туда. А, он валится. Ты основной уменьши расщепил. В обратном направлении. Да. Это должен тоже быть биение. Та же самая логика. Стас. Наташа. Понятно, что по логике твоего изложения их не должно быть. Да. Ну, по логике. По логике парадокса, к которому мы уже привыкли, их не должно быть. Их, на самом деле, нет. Хотя, на самом деле, ситуация вроде изметричная. Да. Ситуация вроде изметричная. Я посмотрел на формулы, что называется, этой теории. И действительно, по теории, по квантовой механике здесь не достался, что нужно квантовой метродинамикой. По ней получается, что действительно биений квантовых нет. Вот это как бы такой квази-интерференции с частотой революциацией не бывает. А в чем здесь состоит, прикол состоит? А в том, что, когда мы находимся в конечной ситуации, мы сохраняем информацию о том, с какого уровня она упала. А когда мы находились в предыдущей ситуации, основной уровень падала с двух сторон, мы эту информацию теряли. Поэтому, когда мы здесь эту информацию теряем, говорит современная интерпретация, не Копенгагенская, а информационная интерпретация для квантовой механики, оказывается, когда мы эту информацию теряем, мы наблюдаем видение, похожее на интерференцию, то есть на вот эту синусоиду избиение. Когда мы эту информацию не теряем, у нас уровень все вроде, мы всегда знаем, что с какого уровня пришло, правда? Мы в этой же уровне сидим и сидим. То есть там определенность, а там нет. Да, то здесь биений нету, здесь биений нету. А там же определенность была какая-то. Это очень интересный эксперимент. Я когда его смотрю с высот своего, в том числе гуманитарного образования, я начинаю вспоминать ясное, отчетливое восприятие Декарта. Да? Да. Здесь же тоже на эту ситуацию очень похоже. Многократно Декарта про ясное, отчетливое интерпретировали чисто гуманитарным образом. Да. Потому что типа ясное, как солнце, и отчетливое, как свет. А его можно интерпретировать тем самым способом, что до той поры, что пока мы это дело не восприняли ясное, отчетливо, да, то как бы оно у нас имеет размытую форму. Оно действительно в пространственной форме имеет размытость. В связи с этим, с интонницей вот этой Декартовской, и обсуждая это, можно постараться объяснить и другой эксперимент. Вспомним один из аргументов Эйнштейна на одном из англиевских конгрессов. Он состоял в следующем. Ребята, Борг, Гейзенберг, вы чего страдаете фигней? Я вам покажу сейчас пример с интерференцией таким образом, что он позволит нам измерить и одновременно импульс, и координату. Эксперимент состоит вот в следующем. Берем вот эти две щели, пускаем сквозь них пучок опять электронов, они здесь у нас интерферируют, и здесь у нас оказываются координаты, которые мы меряем. А давайте мы здесь эти штучки на пружинках поместим. И когда у нас электрон будет сквозь них проходить, мы его импульс померим. Так, на пружинках? Ну вот просто так, на пружинках. Ты зашел сюда, у тебя эта штука поехала. Он же здесь взаимодействует с этим, с этой штукой здесь и здесь. И ты его померяешь. Нет, то есть сначала настроить, да? Да, настроить, вот так тоненько здесь стоит у тебя пружинка. То есть сначала настроить, как ее измерить, сначала отдельно, а потом уже? Да, импульс. Потом приезжаешь и меряешь его координату точно. Ты померял нормальный импульс и координат. А после того, как ты померяешь его, скорее всего, интерференция вся сможет. Да. Так сказал мой Бог. И он прав. Действительно, тут же, к вечеру, Борус сообразил аргумент. Он состоит в том, что если ты померяешь вот эту самую импульс здесь, с точностью, то тогда у тебя интерференционной картинки не будет. Померяешь... Это и есть коопеганинская эта брутаса, опять же. Эту, значит, эту штуку, подожди. То, значит, этой интерференционной картинки не будет. Да. Вот. Вот таков эксперимент ребята предложили. А пытались проверить? Да. И вот совсем недавно им взяли этот эксперимент и воспроизвели. до этого было посчитано, оказывалось, следующая вещь. Да. Они его взяли, взяли и померили. И действительно, оказалось, что если они измеряют импульс, то они не наблюдают ситуацию координаты точности. Если они измеряют координаты, то они не могут померять соответственным образом импульс. Это вот очень и очень не странная ситуация. Это льет даже больше не на Кобегагенской школы, а льет-мельницу на вот то, что я говорю о информационном понимании волновых функциях. То есть если мы полностью знаем информацию об одном параметре, то есть некий сопровождающий параметр исчезает? Да. Если мы знаем что-то, то мы как бы… Следующий, следующий, а следующий у нас исчезает. Вот так. Так это… В чем это противоречит? Это же Копенгангенская импульсация точно так же говорит. В чем противоречит Копенгангенская? В чем тут анновизна? Ну, Копенгангенская больше так же говорит. Нет, я иллюстрирую тебе про соответствующую… про информационную вещь. То есть я привожу волновые функции, соответственно, некоторое информационное значение, они… плотности и вероятности. Ну, давай теперь обратимся к этой, значит, ситуации, ситуации плотности и вероятности. Проверим опять, можно ли это узнать на самом деле. Вспомним, что у нас всегда, когда нам рассказывали квантуру механику, нам говорили про следующую вещь. Что волновая функция – это если не что-линое, как плотность и вероятность. Это означает, что вероятность найти… Вероятность найти В… В каком-то… Нет, как ее назначить? П… П… П найти в каком-то объеме В, систему, да, нахождение там или частицы. Она выпирается вот так. Вот у тебя эта штука под объем. Только поставь звездочку, а не крестик, а то подумай, что это Х. Ага. По ДХ, допустим. Интегрируешь ты по всему объему. Это сопряженный оператор. Да. Ну, как вот… У это какое-то звездо сделать. Вот это такая забавная вещь. Вот. Нас этому, как бы, всю жизнь этому и учили. Она принадлежит не Бору, а Борну. Подобная вода вещь. И всегда, когда излагают квантуру механику, начинают говорить именно так. Но, тем не менее, можно показать на самом деле, что это совершенно несправедливое представление квантуру механику. Почему? Потому что в течение последнего десятилетия была поставлена целая система экспериментов, которые состоят… Как я вот расскажу… Вот о чем. В самом деле, мы знаем, что у нас есть импульс, когда частицы… Вот он стирает, да, это делает. Когда у нас импульс частицы есть, импульс П, то он у нас обратно пропорционален длине волны, так называемой Деброли. А волна Деброли – это то, что фигурует в волновой механике, то есть в самой этой волновой функции. Поэтому, чем масса объекта… А импульс – это масса на скорость, да? Чем масса объекта больше, то длина волны меньше. Чем масса объекта меньше, то длина волны больше. Для электронов, для их характерных в этой ситуации, волна там гораздо больше, а длина волны гораздо больше их массы. Ой, длина волны гораздо больше их линейных размеров, да, характерных линейных размеров. А для какой-нибудь вируса, допустим, или футбольного мячика, длина волны будет гораздо меньше, чем длина волны, чем размер самого объекта. За прошедшие десятилетия ребята поставили такую серию экспериментов. Они брали, например, фуллерен – это такой мячик из, скажем, 60-ти молекул углерода, связанный с такой мячиком плотники. Брали фуллерен – это недавно, где-то 20-30 лет назад. То есть искусственный объект, да? Да, да, собранный. Там 100 есть еще, но вот такой мячик из 60-ти. Берется, а у него в чем такое? У него можно посчитать волну деброли, вот в том эксперименте, в котором он стоит. И в этом волне деброли будет где-то раза в 3 раза меньше, чем волна деброли. Будет в 3 раза меньше, чем, собственно, характерный размер вот этого самого мячика. И был у тебя источник где-то. Он, этот источник нагревался, и через этот нагретый источник он попускался дальше через некую щель. И в результате, поскольку вот этот угол был задан, ты из него мог высчитать эту скорость. Да? Вот это внизу. Сила же действует. Ты нагрел, он у тебя полетел. Полетел какой-то. Таким образом, в узком примере, если у тебя узкая эта щель, ты фиксировал скорость его. Таким образом, ты жестко фиксировал его более-менее. И дальше он шел у тебя на некий интерферометр опять с двумя щелями. Интерферометр там был не щель, а, скажем, решетка из атомов золота была сделана. И он спросит решетку из атомов золота, пролетал. И после этого надо было посмотреть, будет ли там интерферационная картина. Ответ. Интерферационная картина там есть. При этом длина деброли волны в три раза меньше, чем в размере этого шарика. Ребята на этом не успокоились. Они взяли вот следующую молекулу. Сейчас ее возьму, прямо с книжки выпишу, потому что запомните ее не в состоянии. Вот. Значит, ее химическая формула. То есть фактически это уже макрообъекты, да? Да. С30, H12, F30, N2, два азота, еще и четыре атома кислорода. Вы представляете, какая она здоровая. Но ее особенность не то, что она мягче, как у флюорена, потому что она вот такая длинная. Вот такая вот. Еще и кривая. Угу. Ее где-то длина волны деброли для нее в тысячу раз меньше линейных размеров. Где-то. Ну, интересно, будет ли интерференция в этом случае? Ответ. Интерференция есть. Тогда спрашивается. Раньше у нас был параметр риллианда, который нам говорили, что когда этот параметр длинной волны, когда он становится примерно глиняным размером самого объекта, то это жесткая граница между микро и макромиром. Прицепь неопределенности гетемеры, да? Нет. Просто, ну просто же, ну просто, ты когда-то, она у тебя дана, а вот видишь, у тебя такая крохотная какая-то волна ему связанного здесь. Вот представьте себе. К чему она привязана? Центру масс? Почему? Геометрическому центру? Почему? В каком-то другом более. А почему бы не центру массы? А почему? А почему не геометрическому? А почему, если она у тебя вот такая кревая, то у тебя центр масс здесь? Почему она у тебя привязана, соответственно, к некой точке, которая находится вне самой молекулы? А что значит привязана? Ты о чём говоришь? Ну, длина... Когда у тебя что-то колеблется с какой-то длиной, то надо понять, что у тебя колеблется с этой длиной. У тебя очень просто, когда у тебя электрон маленький, а волна вот такая, да? Ты хочешь сказать, что вот эта куча этих частиц волну образует, что ли? Да. Так в этом состоит право. Представьте себе эту ситуацию. Тут ты всегда говоришь, что вот у тебя где-то на колебаниях, а здесь сидит у тебя электрон. У тебя есть волна вероятности, а электрон, этот творца, он уже нет этого самого частицы. Она где-то у тебя здесь сидит. Потому что волна для боя, вот эта самая волна. Нет, почему-то в колебаниях так не говорится, что электрон сидит. Почему? Он размазан. Но в момент измерения... Тем не менее, это естественным образом. Когда ты его меряешь везде, ты понимаешь, что он к этой волне привязан. Вот здесь у тебя как бы большая волна, и он как бы не укалебрится в одном месте. Это естественный подход. А когда у тебя есть прямо наоборот, когда у тебя есть объект такой большой... Так почему волну-то образуют? Тебе это не кажется странным? Да. А у тебя наоборот маленькое колебание здесь какое-то. Да дело не в этом. Как вот такой макрообъект... Ведет себя по волновым свойствам. Он интерферирует. Но в этом и состоит странность. Да. В этом и состоит странность. И в этом и состоит другая странность. Что вот это представление АП Макса Борна, которое я уже рисовал. Ну опять звездочка. Это ПДХ. От В для плотности и вероятности. Непонятно, что в этом мы за себя обозначили. Да дело не в этом. Получается, что на самом деле если макрообъект ведет себя в опытах точно так же как микрообъект. Это означает, что интерферационная картина никак не связана с самим электронами. Никак не связан с самим фотоном. Нельзя говорить о том, что в микромире есть какие-то особые свойства. Получается это просто фактически некие свойства самого опыта. И любой объект, будь макро или микро, будет вести одинаковым образом. Значит дело не в том, на самом деле, что мы должны вот такую странность как проявление свойств частицы и свойств волны относить только к микрообъектам. Вот и всё. Всё объяснение. Интерференцию камня тоже не померяешь. Интерференция камня, но это есть понятное дело, что... Я не знаю, ребята обещали бактерии померить. Я просто не владею. Нет, просто факт состоит в том, что теперь показано. То, на что раньше обращали внимание, как на особые свойства микромира, а именно вот это проявление корпускулярно-волнового дуализма, это на самом деле не есть, на самом деле свойства, на которые нужно уходить. Нет, это тоже так. В этом и есть вся суть-то. Зачем она здесь нужна? Макроскопическая частица ведёт себя как правильное свойство волны. Понятно, но мне же ещё помимо того очень важно понять, что такое волновая функция. Ведь обратите внимание... Как это может быть выписана волновая функция для макрообъекта? Ну... Получается, может быть выписано что ли? Ну да, ты его пишешь, решаешь, что он не Шевенгер, а получаешь правильный ответ. А какой она физический смысл имеет? Если длина твоего объекта в сотни раз больше, чем те расстояния, на которые... Я вообще-то считал, что волновую функцию нельзя написать для макрообъекта? Ну вот можно. А как? Ты же точно так же можешь уравнение Шевенгера написать. Можешь. Вот написал уравнение Шевенгера. Теперь надо придать тебе одноосмысленный смысл какой-то. Нет, ну получается, что тогда здесь какая-то математическая парадоз какой-то. Как это для макрообъекта можно волновую функцию описать? Ну... Потому что форма уравнение Шевенгера у тебя сохраняется и для макрообъекта, только сложнее технически это все... Нет, у нас раньше как было? У нас была классическая механика для макрообъектов, да, и она была для частиц, там, для твердых тел, там, а для жидкости, там, вот, у нас было, или, там, для воздуха и прочее. Да, все это. У нас была волновая динамика, да? Ну, да. И как бы смешивать здесь было нельзя. А теперь вы говорите, ребята, а давайте вот, ну вот, у нас есть некий формализм некого, это корпускулярно-волновой в виде уравнения Шевенгера, а давайте теперь посмотрим, как будет вести себя макрообъект. А оказывается, что макрообъект ведет точно так. А что удивительно, если математики это заложено? Внутри математики это заложено. Да, понятно, но тебе волновую функцию ты можешь написать, но ты должен понять, что она тогда обозначает. Она же не может обозначать вот это. Не может, конечно. А все, если все-таки подумать о центре масла, почему бы нет? Ну, а давай поделим ее пополам. Чего поделим? Вот эту самую штуку, и будем для двух ее разных концов, и для двух разных концов будем рассматривать, ну, вот эти молекулы. У тебя у каждого конца тоже будет, соответственно, интервенционная картинка. Так, а в смысле как, поделим пополам механически просто задаем? Нет. Зачем? Мысленно поделим. Тогда для каждого конца она будет что-то делать. Ну, у тебя в любом случае очень странным образом не выглядит та ситуация, когда у тебя изначально центр масс объекта находится, то есть центр источник у тебя волновой функции, то есть центр масс, он находится вне самой молекулы. Вот для такой у тебя центр масс находится вне молекулы. Слушай, а почему тогда не попробуй роботы поставить для какого-нибудь газа? Не сведет ли вся термодинамика тогда просто к волновой динамике, нет? Ну, не знаю. Думаю, что нет. Ну, вот, по крайней мере, у меня просто объект вот этот, полотность вероятности больше всего здесь говорит. Нет, я только считаю, что у тебя-то здесь есть некая аберрация, на самом деле состоящая в том, что ты сейчас как в автомеханике пытаешься в макромир подняться и это частиц, которые просто макро-частицы, да? Это экспериментальный факт. Ну, я понимаю. Так вот раз это экспериментальный факт, то на самом деле, видимо и камни интерферируют, а даже эту опыту поставить нельзя, но это фактически камни, для электронов это уже не камни. Как камни интерферируют? классическая механика на самом деле изначально представление своего она как-то вот только один аспект это показывает понятие классического предела дело не в этом, дело в том, что надо какую-то вырисовывать новую механику здесь даже не классический предел, потому что у тебя характерные размеры объекта, которые тебе теферируют в тысячи раз больше, чем волна до боли для него конечно, как камни я выручу, может считать, что вот это камни вот этот объект, который я рисовал, где-то в тысячу раз у меня больше чем волна до боли для него по щитам, про тех характерных скоростях, которые у них были в эксперименте это вот странно очень, странно, странно, странно по крайней мере, я хочу заметить, что сейчас вот нас всегда обучали, первым делом эту формулу писали, да? на самом деле никто из физиков фактически, из основателей квантовой механики такой точки зрения не придерживался, я не придерживался ни Шеренген, ну разумеется, ни Штейн не придерживался никто, ни Паули и так далее, никто не придерживался также Гейзенберг какие-то там оговорки придумал по этому поводу фактически эту точку зрения разделяли Боро с Бором я думаю, потому что... в смысле ты имеешь в виду интерпретацию? вот такую вероятность, да, Боро с Бором данным образом, потому что они фамилии похожи застит во многом глаза формализм есть некий формализм вот нас когда обучали, что это именно так вот теперь, тогда стоит понять, что такое волновая функция для макрообъекта да, что такое волна Деброя я же и пытаюсь понять что такое волна Деброя тоже думал, что волна Деброя, то что он придумал это не имеет отношения от вероятностей опять-таки никто эту точку зрения не разделял Деракт не разделял и так далее просто... Деракт не разделял не разделял не, ну вот смотрите, я вот когда на термодинамике пытался перелезать там ведь, если вдумался, на самом деле каждая отдельная, ну, считается тогда, по крайней мере что в термодинамике каждая отдельная частица взаимодействие в другую частицу по классическим законам но в силу того, что их так много и невозможно все эти уравнения выписали, да, ну и в реальности мы смотрим только статистически как это происходит так не получается ли так, что может быть и здесь какой-то такой же эффект что когда мы пытаемся рассмотреть частицы, запускаем некоторый процесс, да, который по сути является волновым то возникает вот такая вот какая-то статистика ну вот на самом деле это не так почему? потому что я же сегодня говорил о неравенстве Белла неравенство Белла показывает, что у тебя здесь нет скрытых параметров а почему термодинамик это скрытые параметры? а скрытые термодинамики есть а в планте механики для взаимодействия, скажем, спинных частиц или что-то скрытых параметров быть не может ааа, вот метод взаимодействия отдельных частиц друг другу это скрытые параметры да, скрытые, да, скрытые локально они там тебя сталкиваются как-то а ты поскольку их много, ты сидишь сверху как бог и там на масштабах 10-23, да, 10-23 это же сума с этим ты описываешь их термодинамическими функциями вот каких-то таких ну статистически значит 6 на 10-10-23, да? описываешь на таких на таких hyм dá не дел они статистики? дело не статистики дело не статистики в том-то и дело в том-то и дело, что дело не статистики Неравенство было показывать, что в квантовой механике ни в коем случае делали не статистики. Либо она принципиально не локальна, это одна точка зрения. А что значит не локальна? А как я описал, помните гидродинамическое уравнение и второй закон Ньютона? Помнишь? Да. Она не локальна, это означает, что у тебя как бы... Ну вот, например, у нас... Не-не, ты имеешь в виду взаимодействие передается на расстояние с бесконечной скоростью. Как у нас происходит? У нас есть некое гравитационное поле, я туда положил кирпич. И кирпич в этой точке и с этим полем взаимодействует. Это локально, что ли? Это локально. А не локально, если бы взаимодействовали не только с этим точком, а с гравитационным полем во всей Вселенной вокруг, сразу же. Не в этой точке, а со всей Вселенной. У тебя на самом деле не локально частица проходит сквозь одну щель. Но этот квантовый потенциал устроен таким образом, что она мгновенно узнает о второй щели. И ведет себя, как будто бы она проходит через две. На самом деле она через две не проходит, а проходит через одну. Но она вторую как бы видит мгновенно. Так она видит, потому что, возможно, в потенциале или в поле, в котором она движется, уже существует это распределение. Еще определенное, которое указывает, что это расчет. Примерно, что это создает мгновенно. Ты можешь закрывать, открывать это мгновенно, и с световой скоростью будет это дело все видеть. И Возны Подольского тоже, у тебя тоже получается нелокальность такая фундаментальная. Ты взял ее, померил. Вторая хопа. Я же вставлю этот вопрос, что сказав теплые слова про Канта и про трансформентальное восприятие, я хоть что-то добавляю к той графине квантовой механики, которую я описал. Или то, что я говорю, это является всего лишь некоторыми пустыми философскими измышлениями, не прибавляющие, не позволяющие нам эту квантовую механику как-то интерпретировать, не позволяющие получить там ничего содержательного. Вот в чем вопрос главный. Содержатель, может, мы и получаем, но только непонятно, что с этим можно сделать, кроме того, что ты сказал. Ну, допустим, с частицами. Может, я не понимаю, а если как-то интерпретировать волновую функцию или что-либо еще? Это не приводит, другим словом, не приводит никаким новым физическим выводам. Да, она приводит, да? Это интерпретация, которая просто... Обратите внимание, что неравенство Белла, как бы, неравенство Белла, они у нас впервые сделали такую ситуацию, что можно проверить экспериментально. Стоит ли у тебя за таким экспериментом какая-то долгая реальность или не стоит. Неравенство Белла, когда их проверяют экспериментально, они говорят, что не стоит никаких открытых параметров, ничего происходящего вне того, что мы видим, быть не может, говорит неравенство Белла. А здесь, как бы, вот, поэтому обладают мои рассуждения о антиномиях, которые так похожи на принцип дополнительности Бога, да? И о попытке воспринимать трансцендентальные вещи хоть каким-то положительным содержанием, или они являются всего лишь просто словами, которые оформляют, как бы, квантовую механику, но они никак не влияют. Не, ну просто, вот, действительно, самому себе противоречащиеся эти объекты являются, и существуют как-то сами по себе, то это фактически те самые скрытые параметры, которые, как ты говоришь, спонирали, что тут было, быть не может. Ну, значит, этого представления, этого кантовской интерпретации, получается, она здесь не может пройти. Так вот, по карту я же говорил, что форма Ашага делает медь-меню, она делает, вот, тут вот, медь возникает, что у тебя медь не стоит до того, как форма сделала медь-меню, нет никакой меди до этого. Ну, вот, смотри, здесь вот есть частица, она не имеет никаких определенных параметров, она летит сама по себе. Это что, это же скрытые параметры, получается? Ну, вот, она не летит сама по себе, она только у тебя в момент эксперимента с ней оказывается. Спин – это у тебя то, чего полностью рождается в тот момент… А почему тогда полностью не рождается и существование? Почему существование, всё-таки? Ты хочешь сказать, что бытие электрона рождается в этот момент? Да. Получается ли так, что у тебя и бытие рождается? Ну, вот, бытие не рождается. Правильно. Получается, что есть кусок бытия летит, вообще не имеющий никаких определенных следов. Да, но Канн же говорит, что про те самые вещи, которые трансцендентальные, ты можешь знать только то, что они есть. Точнее, Фихта так говорит. Ты о них можешь сказать, что они есть, но когда они делаются, у тебя это качество, как спин, оно здесь возникает. Хорошо, а почему это, вот, например, тем не менее, электроны, а не фотон? Если два бытия ничем не отличаются друг от друга, одно бытие, другое бытие, но почему-то они разные? Потому что один фотон, а другой – электрон. Да, и это очень интересно. Почему? Потому что, например, у всех этих объектов есть некоторый набор параметров, который не является каком-то механическим, например, масса. Ведь масса – это параметр просто, это не оператор, не собственное значение какого-то. Значит, получается, есть у него внутренний параметр, который… Вот что-то, что-то есть то, что у него такое, а другое есть сочетание, просто как бы порождение нас. То есть все-таки не просто бытие, у этого бытия есть какая-то определенность, а это масса. Да, да. Ну, много что еще. Заряд, допустим, да, там. Заряд же не возникает, правильно? Да. Заряд есть. В связи с этим, заряд тоже не является собственным значением оператора. Да. Заряд не является собственным значением оператора. А координата и пространство являются спин, поскольку орбитальный… Но все-таки это определенного рода объект, который имеет определенного рода свойства, массу и… Да. А когда ты его воспринимаешь, ты его тут же начинаешь описывать посредственным образом. И у него возникают те самые штуки, которые начинают... Кстати говоря, вообще-то в теории поля есть, как бы, они тоже есть оператор заряда, и, по сути... А какой там оператор заряда? Оператор количества частиц, я знаю. И оператор заряда есть. Да. То есть, приобретается заряд квантоват, что ли? Ну, так он же по факту квантом. Да, он заряда просто такого. Так в этом смысле, как бы, и масса, потому что есть же... В теории поля оператор энергии, ты не действуешь, как в пространстве фока, да? И раз, там, и появляется, так сказать, одночастичное состояние. У тебя и возникает, как бы, собственное значение. У тебя все эти штуки, масса и заряд, на мой взгляд, они всего лишь привязываются к операторам количества частиц. Ни вне о чем-то таким состоянием, а привязываются к ним. То есть, у тебя реальные характеристики, которые есть, как и в памятной механике, оператор – количество частиц. А все остальное – это, как бы, от лукавого. Ну, я какой-то вещей не понимаю, но вот эта замечательная ситуация, полная аналогия между антинамичностью Канта, когда он пытается описывать трансцендентальные вещи типа Вселенной, которая, с одной стороны, имеет начало и конечные пределы в пространстве, а, с другой стороны, она не ограничена и бесконечна, не имеет начала. Очень похоже на принцип дополнительности Бора. Очень похоже. Ну, что я хочу сказать, что я предлагаю некую интерпретацию, в настоящий момент, которая, как ни странно, с представлением о различных уровнях темпоральности Александра Балдачева, она в них не нуждается. Здесь просто вратилось было, да, что чистый незамутненный Кант, без Балдачева. Чистый незамутненный Кант. Ну да, на самом деле, все же проблемы физики, они как раз и связаны с тем, что когда пытаются в конкретном пространстве трехмерном, да, вид измерения все в трехмерном пространстве происходит, все как бы будут, все как бы, вот антиномии, противоречия, да, всякого возникателя. Это то, что у тебя порождается в момент измерения, то есть в момент твоего восприятия. И все проблемы у нас связаны с тем, как мы проектируем все вот эти вот характеристики в реальном вот пространстве трехмерном. И в чем здесь расхождение с Кантом? Потому что неравенство Белла и такие объекты, как фотоны, электроны и их возможность изучения делают из нас возможность выйти за рамки пространственного, ну, теоретические рамки, пространственного и временного описания вектора. мы неравенства, мы не загнуты вот этой своей клетке. Когда все что мы не видим пространство, вот все что мы не видим во времени. А быть может, из него можно выйти. Да, как мы можем выйти, если всякий эксперимент будет пространство во времени, как мы выйти? Да, но мы же что то получается ли если раз мы можем об этом понять, Сейчас мы можем уже понять, что они есть нечто другое, чем внутри пространства и времени, запертое. То есть они сами по себе существуют как-то по-другому? Да, что сами по себе они существуют как-то по-другому. Но мы все равно каждый раз будем вынуждены спроектировать их в пространство, потому что эксперимент будет требовать неких пространствовременных характеристик. Важное замечание. В теории поля, стихи взаимодействующих полей, значит, число чисто непостоянно. А заряд, если у тебя есть состояние с определенным зарядом, он сохраняется, и энергия сохраняется. Поэтому в этом смысле у тебя есть... Которые оба которых бесконечны. Что? Оба которых бесконечны. Ну, это ты можешь с помощью перелировки делать их конечным. Нет, дело даже не в этом. Ты можешь просто отчитывать от любого значения. Вот что нельзя, да, по специальной теории консидентности? В зарядистском случае ты не можешь. Понимаете, у этого не было значения. Но тем не менее с помощью... У тебя странная вещь, что у тебя оператор может не иметь значения. Вот, например, простая задача в связи с этим. Вот скажите, пожалуйста, у вас светит лампочка. Если у вас оттуда летят фотоны, то я сижу как бы на большом расстоянии. Энергию, которую ко мне принесет фотон, да, она будет фиксирована. Сколько вывезло, сколько ты мне отлетел. Если он волна, то у тебя энергия этой штуки будет изменяться по закону единицы на R-квадрат. Потому что сфера становится все больше и больше, а площадь сферы R-квадрат, да. Как это дело понять? Чем у нас лампочка светит? Потоком фотонов? Единицы на R-квадрат. Ответ, как ни странно. Мы не можем сказать, что у нас летит поток фотонов. Почему? Потому что собственные значения оператора количества частиц не заданы. А как это происходит, например? В чем здесь фокус? А фокус здесь состоит в следующем. Ну, представьте себе, у тебя атом водорода. Атом водорода. Он находится вот здесь. С постоянной энергией, да? С постоянной энергией. У него есть какая-то волновая функция. Он здесь типа пара вращается. То есть чуть больше, чуть меньше и так далее. Теперь ты этот самый атом водорода, вот эту самую волновую функцию электронов и будешь пытаться раскладывать по сумме, по собственным функциям оператора Kx. Кx, то есть оператора импульса, да? Вот они. Собственно, это экспоненты такие. Плоский волнов. Тебе сколько нужно F-волнов, чтобы вот такую сиферическую волновую функцию? Бесконечное количество. Бесконечное количество. Значит, что ты будешь когда мерять импульс каждой этой функции? Когда ты будешь померять, ты померяешь какую-то одну из них, выберешь, да? Сколько у тебя было значений импульса? Бесконечное количество. Да? Таким образом, когда ты пытаешься импульс электрона, вращающийся атом водорода, померять, ты всегда будешь иметь бесконечное количество значений. Точно так же у тебя и с фотонами, которые летят у тебя от лампочки. По большому счету у тебя будет всегда суперпозиция, твоя волновая функция, бесконечного количества фотонов. Поэтому ты можешь твердостью говорить, что он ведет себе как волна. Поэтому говорить, что от лампочки летит поток фотонов, нельзя. Потому что никогда нельзя сказать, сколько они никогда не заданы с двух собственных значений. Вот в чем прикол. Поэтому у тебя от лампочки, когда будет лампочка, сияет, вот у тебя светлые цветы. Энергия же ограничена. Ну, энергия ограничена. А по энергии можно посчитать сколько? Здесь энергия ограничена, обратите внимание. Энергия не фиксирована, у него строгая одна энергия. Не, ну если энергию считать, то у тебя галлютониан-частицы H и операторы эмпульса P, они между собой не коммутируют. То есть вот эта штука отлично от нуля. Она отлично от нуля. Ну я так нарисовал ее. Она отлично от нуля. И поэтому у тебя новая функция раскладывается по бесконечному количеству операторов эмпульса, галлютониан-функций. То есть вот этот коммутатор, антикоммутатор, он отлично от нуля. То есть это ситуация, что H на P минус P на H, вот эта штука отлично от нуля. То есть для нормального человека 2 умножить на 3, вычесть 3 умножить на 2, это ноль. В мире операторов это не так. Сейчас я, извиняюсь, возвращаясь назад. Так все-таки я к чему это замечание? Я к чему говорил, что в теории пуля массы и заряд, они точно такие же величины, так сказать, как и все остальные. Как и спин, как и... Они тоже имеют собственное значение, тоже имеют соответствующие операторы. А что касается твоего замечания по поводу бесконечного... Нет, а какой... Нет, подожди. Масса тоже квантуется. Почему? Нет оператора массы-то. Иператор энергии. Да. Оператор энергии есть. Здесь не хватает у механики с оператора энергии, а оператора массы нет. Время, правда, у механики не является оператором. Она отъявляется, а времени нет. Ну, просто операторы, в данном случае, ну, как бы... Операторы заканчиваются. Нет, связано же с энергией, действительно, однозначно, нет? Нет. Ну, как? И равно МС квадрат? Ну, так это же не всегда так. Не всегда так. И для всех частиц, что ли, так? Да. Почему не всегда так? Ну, я не могу сказать, что операторы массы-то покоя нет. Ну, нету. Это вот очень интересное тоже свойство. Я так к этому возвращаюсь опять к твоему вопросу. Все эти представления о трансцендентальной философии, которую я засовываю в математику, являются ли просто бессмысленной заумью? Физика в них совершенно не нуждается. Или за ними что-то скрывается? Я не вижу людей в применении физики, так сказать, этих идей. Не, ну, может быть, как бы, можно пытаться что-то из этого получать, конечно, надо думать. Но, вообще говоря, как бы, в этом нет ничего невозможного. Почему? Действительно, может быть, сами по себе объекты, они как-то находятся как... Не обязательно в пространстве времени, а мы требуем силу. Нет, нет. Они не было чего прав, по статуре существуют, но они другие. Просто другие. Для них? Да. Ну, для него гораздо более бедное, например, пространство для электрона. У него уже неправильная иерархия есть. Для электрона в пространстве есть нечто более бедное. Поэтому для нас кажется, что электрон проходит... через две щели одновременно, а с точки зрения электрона, или демона Балдачёва, который сидит на электроне, с него кажется, что просто электрон меняет свое внутреннее состояние, а не проходит через две щели одновременно. А мы уже описываем его вот таким образом. Или все-таки нет, или здесь никак не сделать? Можно здесь какую-то интерпретацию луновой функции на основании посмотреть? С одной стороны, как бы, старая гипотеза Канта о том, что пространство и время является всего лишь оправданной формой восприятия. Она для современной физики выглядит достаточно безумно, чтобы с ней можно работать. Ни с чем локальным, простым и не безумным, к физике и современной подойти нельзя. Другу действительно нужно уже некое безумие. Это, казалось бы, достаточно безумно. Но с другой стороны... Не, ну что пространство и время – относительные вещи для разных субъектов. Они представляют собой нечто разное, да, весь мир как бы переконфигурируется. Но почему бы это возможно? Такое представление и не является совсем безумным. И получается, что как бы микрообъекты, они существуют в своем пространстве и время, а мы в своем пространстве и время. И при наложении их вот возникает всякого рода вот такие страны. То есть для нас они ведут странно, а сами для себя они ведут вполне логично. Да. Потом у их нелокальность, так называемая, возникает вот именно от той самой попытки, что нелокальность, что мы пытаемся как бы по нашему пространству и время размазать. Или наоборот собрать одну точку? Меня тут всего не оставляет вот некая вот рода интуиция. Не является ли вот этот вот опыт с двумя щелями? Это просто представление определенного рода распределения. Вот как вот Макс, Больсман и прочее. Ну, например, гауссовское распределение. Если щель была бы одна, да, и сыпался бы песочек, то было бы гауссовское распределение. А не является ли просто когда с двумя щелями? Это просто своего рода не гаусс, да, некое новое вид распределения. Может быть? Ну, конечно, нет, поскольку интерференцию уже на одной частице мы видим. Да, кстати, тоже. Мы на одной частице не можем ее видеть. Да мы только на одной частице и видим. Не-не-не, мы же всегда берем ансамбль, потому что вы говорите. Как можно увидеть интерференцию на одной частице? Это всегда ансамбль. Мы же по одной штуке болтали. Правильно. И мы интерференцию можем увидеть, если каждый раз по одной штуке много пропустили. Да, это так, да. Нет, может они знают, как ты раньше говорил, да, друг друге. По времени не знают. Непонятно. Нет, все равно интерференция это статистический все-таки процесс, правильно? Поэтому не всегда это будет некий ансамбль. Ну да, вот есть так называемая Московская школа термитации квантовой механики, она и говорит, что каждая частица у тебя принадлежит к одному из ансамблей. Но эта Московская интерференция, она никак не профилорична, как КНК сказали. Да, она не профилорична, просто это дополнение. Не, ну просто, а вдруг это вот, раз получается, что макрообъекты тоже интерферируют в опыте с щелями, не является ли это просто определенного рода распределением? То есть вот, когда открыты две щели, у вас распределение не гауссовское, а вот такое интерференционное. Так это было бы все очень просто, да, если бы не было вот этих самых линз, кревитационных, всех тех экспериментов, о которых я рассказывал. Не-не, ну понятное дело, что сначала надо разобраться с макрофизикой, а потом уже перейти к миру. Нет, вот с этими самыми, со всякими вещами, такими. Ставим зеркало. Я вот вижу весь-то вопрос, в котором... Ты просто пытаешься спасти, что у тебя распределение, что у тебя частицы на самом деле летят по каким-то родным траекториям. Да, и распределение просто другое, не гауссовское, когда одна щель. Ну вот, все, что я рассказывал там всяких... Тогда в этом случае интерференция должна сохраняться, если мы фиксируем момент прохождения частицы, она исчезает? Да, кстати. Нет, ну для макрообъектов она не исчезает? Тоже не исчезает. Ну как? Ты только что описывал какие-то шарики там огромные, молекулярные. Я же не шел, что мы момент прохождения фиксируем. Нет, ну ты сказал, что можно зафиксировать импульс, а потом зафиксировать координаты. То есть там все нормально, никакой там неопределенности нет. Если ты... Нет, там... Я вам про шариков этих, молекулярных. Там все равно неопределенность координаты... То есть, таким образом, если ты знаешь... Если ты знаешь через какую... Через какое из щелей у тебя пошел объект, если ты это знаешь, то эта информационная картина попадает. Если ты этого не знаешь, то эта информационная картина наличность. А я говорю, что когда просто мы измеряем импульс, мы просто меняем частицу и все. Меняем это все, его состояние. Ну, это не так. Нет, ну как не так? Когда шарик массивный, мы его не меняем. Мы можем померить частицу, не меняя его состояние. И тем самым, на самом деле, можем измерить и импульс, и координату одновременно. Причем, на самом деле, ты, во-первых, состояние меняешь. Да, поскольку у тебя импульс большой... Ну, если массивная частица, то можно же измерить импульс и не измерить. Но ты измеришь, но все равно у тебя погрешность этого измерения будет угладываться в соотношении определенности. Ну, понятно, понятно, я согласен. Допустим, ты правильно. Я про что тебе угладываться хочу? Сам факт состоит, что тем не менее, у тебя огромные массивные частицы. Я тебе хочу сказать, что если ты про эту частицу знаешь, через какую щель она пролетает, то у тебя интерферационная картина не будет. Молекулярно обронную частицу? Да. Ты же сказал, что будет. Не будет, я говорю. Если ты знаешь, через какую конкретно щель она пролетела, а ты сидишь на интерферометр, смотришь, не знаешь, через какую щель она пролетела, то картина у тебя будет. Это тоже принципиальный факт. Я с этого же начал. Ты хочешь сказать, что для той частицы, там С, там 30 и прочее. Да, 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 которая там была нарисована. Да, если ты знаешь, через какую щель она пролетела, то интерферационной картины нет. Если ты не знаешь, через какую щель она пролетела, то интерферационная картина есть. Не, ну отсюда не следует, что, получается, наши классические представления макрофизики не верны. Потому что это макро-частицы. Да. Какое отношение к макро-частицам может быть? Надо искать макроскопические квантовые эффекты. Давайте поищем макроскопические квантовые эффекты. Макроскопические системы будут вести себя странным образом. Давно ищу. Не поверишь. Нет, ну вот ты нашел один из них. Ну это он такой еще. Такой, чтобы реально макроскопический, если в диван интерферировать.